Доброго времени суток, с вами InvestSolution и сегодня мы рассматриваем проект PhotoChain. PhotoChain это динтернизованная торговая площадка для покупателей и продавцов фотографий на базе технологии блокчейн. В базе данных PhotoChain каждая загруженная фотография связана с фотографом посредством транзакции через блочную цепочку. Эту связь невозможно удалить или изменить каким-либо образом. Авторы проекта намерены положить конец монополизации индустрии фотостоков и сделать ее полностью децентрализованной. Разработчики проекта отмечают, что их платформа предоставит явные преимущества для всех пользователей. Планируется, что комиссионные сборы за продажу фотографий будут составлять всего лишь 5%, в то время как оставшиеся 95% получат автор работы. Это позволит снизить цены на цифровой контент и составит конкуренцию традиционным фотостокам. Такой подход обеспечит формирование справедливой рынка и принесет пользу индустрии в целом, так как возможность увеличения дохода станет стимулом для фотографов работать больше и лучше. В белой бумаге проекта утверждается, что столь глубокие изменения на рынке можно будет сделать только с использованием технологии блокчейн, смарт-контрактов, машинного обучения и активного сообщества пользователей фоточейн. Большинство процессов на платформе будут автоматизированы и децентрализованными, что значительно снижает затраты на управление платформой. Преимущества фоточейн. Среди главных преимуществ проекта стоит отметить следующее – безопасность. Блокчейн позволяет полностью защищать и проверять транзакции как покупателей, так и продавцов. Ему можно доверять свой цифровой контент, который будет полной безопасности. Децентрализация. Цифровые фото зашифровываются и хранятся в децентрализованной базе данных. Никакой центральный сервер или организация не имеет контроля над загружаемыми снимками. Качество контента. Платформа предусматривает использование социальных ботов, чтобы отображать только приемлемый контент. Авторские права. Все работы связаны с личностью автора в блокчейне. Благодаря системе машинного обучения и активного сообщества, разрабатываемая система обеспечит надежную защиту авторских прав. Компоненты архитектуры фоточейн. Одноранговый рынок. Это рынок на базе одноранговой сети, позволит покупателям и продавцам устанавливать торговые условия и осуществлять торговлю напрямую друг с другом. Упрощенный механизм загрузки фотографии. Простая проверка личности для всех фотографов. В отличие от традиционных фотостоков, фоточейн позволяет приступить к размещению своего контента в считанные минуты. Система контроля авторства. Децентрализованная база данных гарантирует, что каждая загруженная фотография навсегда связана с ее автором. Такую связь в блочной цепочке невозможно редактировать или удалить. Криптоэкономика. Внутренняя экономика платформы предусматривает использование цифрового токена для взаиморасчетов и позволяет обеспечить пользователям полный контроль над данным. Система ориентирована на создание справедливой экономики, которая позволяет получать вознаграждение за свою работу. Лицензионные модели фоточейн. Новые и разнообразные модели лицензии также будут доступны на платформе. Все эти модели достаточно просты и служат для того, чтобы продавцы и покупатели могли покупать, продавать цифровой контент по низким ценам без юридического осложнения. Write-managed. Это тип лицензии на использование авторских прав позволяет покупателю использовать приобретенную работу только один раз. Для повторного использования потребуется оплата дополнительной лицензии. Такой вид лицензирования является дорогостоящим, но продолжает использоваться на многих централизованных фотобанках. Royalty Free. Такая лицензия дает покупателю право использовать купленное фото без ограничений после одноразового платежа. В этом случае работа может применяться в нескольких проектах без необходимости приобретения дополнительных лицензий. Этот менее сложный подход к лицензированию доступен на всех традиционных фотостоках. Авторы проекта утверждают, что намерены сделать процесс лицензирования платформы максимально простым, чтобы увеличить объем продаж и рекомендуют авторам использовать второй тип лицензий. Тем не менее, фоточейн предоставляет возможность участникам свободно устанавливать условия продажи, в том числе и выбор между двумя типами лицензий. Механизмы управления платформой фоточейн. Команде управления фоточейн поручено сопровождать платформу на пути к полному формированию DAO. Разработчики будут отвечать за создание новых версий интерфейсов и смарт-контрактов, следить за выполнением правил и работы инфраструктуры. Кроме того, на начальном этапе будет сформирована команда моддакторов для решения возникающих претензий. Члены команды управления фоточейн не будут участвовать ни в одной из следующих действий. Изменения начальных правил или смарт-контрактов в сети. Такие изменения могут быть приняты только в случае поддержки большинства пользователям путем голосования. А влияние на токен фоточейн. После эмиссии монеты и выпуск дополнительных токенов не будет доступен, а его курс будет зависеть от спроса и предложения на рынке. Блокировка учетных записей Вывод средств Команда управления фоточейн будет уполномоченно осуществлять следующие виды деятельности Блокировка учетной записи покупателя исключительно по его собственной просьбе Разработка новых версий веб-клиента Создание новых версий лицензионных договоров до тех пор, пока фоточейн не станет дал. С этого момента все последующие предложения по изменению могут быть определены путем привлечения всех пользователей фоточейн к принятию единого решения. Система ранжирования и вознаграждений Система ранжирования в рамках платформы нацелена на создание мотивации, обеспечивающей поддержку сообщества фоточейн посредством справедливых вознаграждений. Рост ранга увеличивает доверие к торговому партнеру, а также к платформе в целом. Начисление очков ранга доступно за следующие действия. Монетатор будет получать одну очку за вклад в решение проблемы при обращении пользователя. Продавцу будет начисляться 1 балл за каждую проданную фотографию. Фотографии продавцов будут размещаться в каталоге в соответствии с их рангом популярностью. Каждое увеличение рейтинга на 1 балл соответствует 0.1 фоточейн. Монете при достижении модетатором рейтинга в 100 пунктов он получит выплату из резервного фонда фоточейн, который поступит на его кошелек. Давайте поговорим о токене фоточейн. Будет обозначаться буквами PHT средств для награждения пользователя через экосистему фоточейн. Любой тип транзакций на платформе требует использованной внутренней цифровой монеты, в том числе для доступа ко всем основным услугам платформы. Вознаграждение за рассмотрение претензий, включение в раздел для избранных фотографов, использование услуг партнеров, фоточейн, получение специального места в результатах поиска на платформе, использование различных прочих микросервисов, которые в будущем облегчат экосистему платформы. Количество токенов будет строго ограничено уровнем хардкап, а после ICO никаких дополнительных эмиссий осуществляться не будет в период и условиях проведения ICO. Распродажа токена в фоточейн включает 5 этапов. Первые 3 уже состоялись. 4 и 5 пройдут с 11 по 20. Цена токена будет 108 центов. Будет доступен бонус 15% и с 21 по 30. Цена токена составляет 114 центов. Бонус будет доступен 10% соответственно. Всего будет выпущено 230 миллионов токенов. Распределение токенов. Краудсейл 79%. Команды разработчиков 11%. Вознаграждение и партнеры 7%. Юридические и консультационные расходы 3%. Распределение средств. Маркетинг 30%. Развитие IT-компонентов проекта 30%. Инфраструктура 8%. Создание системы авторского права и лицензирования 10%. Разработка и развитие платформы 5%. Юридические, бухгалтерские и аудиторские услуги 4%. Сотрудничество с фотоагентствами 4%. Вознаграждение участников проекта 4%. Развитие бизнеса 5%. Дружная карта проекта. Два следующих этапа развития проекта, намеченные разработчиками в дорожной карте, включают следующие действия. Третий квартал 2018 года. Это запуск фоточейн ДАП версии 1.0 на эфире. Старт основной сети Майннет. Начало торговли токена. Фоточейн на криптовалютных биржах. Планы компании расписаны до 2020 года. Команда разработчиков фоточейн. Проект, подготовленный эстонской компанией, фоточейн, зарегистрированный в Таллине. Получил высокие оценки. Он занял третье место в конкурсе RCO Pitch на саммите лидерши блокчейна в Цюрике. Разработчики сотрудничают с некоторыми высококлассными экспертами в сфере блочной технологии. Включая компанию, оказывающую консультационные услуги Swisscom, блокчейн и блокчейн Zoom, возглавляемую известными финтех-специалистами Роберто Каппадетти. Над фоточейн работают. Станислав Штольберг. Это соучредитель. Генеральный директор. Консультант InfoSec. Специалист по цифровым преобразованиям. Артур Ишметев. Блокчейн-разработчик. Архитектор программного обеспечения. Харис Рано. Директор по маркетингу. Специалист по продвижению стартапов. Ральф Гердейс. Эксперт по развитию бизнеса менеджера. Это идут советники, адвайзеры проекта, партнеры проекта. На этом все. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал.